Это Москва, государственная дуба. Место, где принимаются все законы, по которым эта огромная страна живет. Где-то в глубине этого здания находится кабинет вице-спикера Владимира Вольфовича Жириновского. Он крайне редко дает интервью латвийским журналистам. Нам повезло. И сегодня формула жизни отсюда, из Москвы. Пока мы ждем встречи с Владимиром Вольфовичем, нам проводят экскурсию в Богосо-Задорственной Думе. Говорят, вот эта карта одна из достопримечательностей. Если мы находимся где-то примерно вот здесь, то Латвия и наш город находятся примерно здесь. Но, к сожалению, на этой карте он не обозначен. Российская Государственная Дума – это как государство в государстве. У наших депутатов, точнее у российских, есть все для абсолютно нормальной жизни. У них есть книжные магазины, у них есть магазины, где можно приобрести DVD и такая необходимая вещь, как аптека. Это 10-й этаж Государственной Думы. Именно здесь располагается фракция ЛДПР, а там, соответственно, кабинет Владимира Вольфовича. Именно в этом зале проходит заседание фракции ЛДПР. Вот на этом месте выседает ее лидер – Владимир Вольфович Жириновский. С его разрешением мне разрешили на несколько минут посидеть и почувствовать себя на его месте. Ну, хочу сказать, что место достаточно удобное. Здравствуйте, уважаемый Владимир Вольфович. Мы к вам приехали из Латвии, потому что мы знаем вас не только как российского политика, так и политика достаточно мирового уровня. И жителям нашей страны всегда очень интересно ваше мнение. Я думаю, они в большинстве своем прислушиваются к вам. И позвольте наш разговор начать сразу с подарка вам. Все, что могли, привезли из Латвии. Смотрите, это вот только-только начали выпускать подарочные наборы нашего латвийского бальзама. Хотели привезти вам шпроты в подарок латвийский, но, к сожалению, ваша нищенка их запретила, не стали рисковать. Спасибо. Владимир Вольфович, наш первый вопрос. Скажите, почему между нашими двумя соседскими странами такие, мягко говоря, странные отношения? Вроде бы и не ссоримся, но вроде бы и дружбы никакой нет. То вы запрещаете наши шпроты, то наш премьер-министр едет в поддержку Саакашвили. Скажите, когда эти отношения смогут наладиться и станут немного теплее? Ну, здесь несколько причин. Определенные последствия, скажем, связанные с расчленением СССР, когда почти 50 лет была определенная идеология, были люди недовольны. И когда Латвия стала снова независимым государством, то есть какое-то вот мщение отомстить. Были люди репрессированные, высланные из Латвии. Второй момент – это, значит, такой цивилизационный. Латвия как бы больше тяготеет к Скандинавам или Германии. Тоже это накладывало сюда отпечаток. И третий момент – это комплекс малой страны и рядом большая страна. Некоторые латвийские политики говорят, что мы не можем вести нормальный диалог с Россией из-за того, что у россиян до сих пор остались имперские амбиции, и они не могут с маленькой страной говорить на равных. Так ли это? На равных всегда может идти разговор. Есть еще более маленькие страны, типа Лихтенштейн, Мюксембург или какие-нибудь острова. Но с латвийской стороны всегда какие-то требования выдвигались, определенная обозленность, упреки. Режимы закончились. Те, которые были в Латвии, в России. Теперь мы в одном формате живем. Но это остаточное явление. Они все время думают, что мы их не так оцениваем. У нас главное препятствие для большей стадии нормализации отношений между Латвией и Россией это отношение к русским. Если бы был тот вариант, который Литва применила, нулевой цикл, когда все на момент отделения от СССР получили сразу литовское гражданство, то же самое сделала бы Латвия. Я думаю, отношения были бы лучше. В этом главная причина, что всегда стоит русский вопрос. Признают их не гражданами, в выборах не участвуют, гонения на русский язык, вытесняют там из бизнеса и так далее. Вот это вот причина. 13 января этого года в центре Риги состоялся мирный митинг, который перерос в огромные шумные беспорядки. Я думаю, что и в России это было известно. Буквально спустя неделю такие же беспорядки произошли и в Литве. Крайне правые политики, крайне правые я подчеркиваю, говорят, что без участия спецслужб такое бы просто организовать невозможно. Имелось в виду зарубежных спецслужб, но в их речи ярко было сказано, что это дело, опять же, руки Москвы. Потому что им, просите, вам выгодно, чтобы Прибалтика была слаба. Так ли это? Это ведь общая тенденция. Все новые члены Евросоюза и даже старые члены Евросоюза, но страны маленькие со слабой экономикой, все оказались в тяжелом положении. А в Греции такие были беспорядки. Тоже кто-то скажет рука Москвы. А Таиланд? А Мадагаскар? То есть по всему миру идет крушение экономики, выступления граждан, какие-то протесты, забастовки. Поэтому ни в коем случае нельзя это увязывать с Россией. Латвия развивается сама по себе. Но у нее есть проблемы. Если она хорошо решит эти проблемы, то, наверное, не будет никаких выступлений. Москве совершенно невыгодно, чтобы в соседних государствах была бы тревожная обстановка. Любая революция имеет много отрицательных последствий. Поэтому это заблуждение. Еще много-много лет Латвия будет переживать вот такие трудности. И не только она, и Эстония. Это может быть и в Словакии, и в Румынии, и в Болгарии. Вся Восточная Европа. Потому что стандарты очень высокие в Евросоюзе. А ситуация обоскрилась для всех стран. Более-менее стабильная обстановка сохранится только в Британии, Германии, Франции, но, может быть, еще и Италии. Все остальные малые страны будут переживать более тяжело эту фазу. Кризиса это очень долго еще будет длиться. Поэтому Россия есть ни при чем. Мы представляем Далгарпилс. Это второй по величине город Латвии, где 90% проживает русскоязычного населения. И вот у вас там в подарке, обратите внимание, посмотрите, там есть еженедельный, который, зная, что мы едем к вам в гости, специально для вас изготовили. Это ручная работа. Будем надеяться, он вам очень понравится. Так вот, ситуация... Начнем с названия города. Раньше он назывался Бритсоглевск. Абсолютно верно. Ну, а почему Далгарпилс? Почему? Ну, если переводить с латышского, это город на реке Далгарпилс. Далгарпилс. Вот, видите. Поэтому я это понимаю, Далгарпилс. Но город-то русский, основан русскими. Поэтому это вот тоже проблемы. Ну, пусть будет Далгарпилс. 90% русские там живут. Бюджет второго по величине города намного меньше. Бывают города гораздо меньше, чем Далгарпилс. Но там проживает коренное население. И в некоторых из них бюджет гораздо выше. Это очередной удар по русским? Конечно. Выйти снять русских. Через распределение бюджета. Через умаление русского языка. Мешать поступать в вузы. Всячески вот давить, давить. Психологически. То есть, прибалты не переходят к каким-то силовым действиям. Как это могло быть на Кавказе, в Средней Азии. Но вот такое давление моральное постоянно оказывают. Ну, бывают случаи, когда приезжает скорая помощь, если не знает латышского языка, разворачивается и уезжает. Ну, что это такое? Это вот, это главная причина сложности в отношениях между Латвией и Россией. И это еще руководство Латвии должно благодарить Ельцина и даже нынешнее руководство. Если бы у власти в России были бы другие силы, допустим, ЛДПР была бы правящей партией и нас, кстати, был президентом, мы бы давно приняли более жесткие меры, чтобы прекратить любое давление на русских. Вот этой темой вопрос у меня. Нам сделали, наше правительство сделало нам подарок на 23 февраля, ушло в отставку. Вот, хорошо. И ваш бизнесмен Петр Авен, представитель одного из банков, он имеет, оказывается, латвийские корни, предложил, или якобы кто-то за него предложил, его кандидатуру на пост премьер-министра Латвии. Вот скажите, если бы у власти в Латвии находился русский человек, отношения между нашими странами стали бы теплее? Ну, в зависимости от того курса, который он проводил бы, может быть, он еще хуже бы делал бы, чем Готманис. Но, в принципе, это, конечно, имело бы какую-то пользу. Мы соседи, в Латвии огромное количество русских, там, по-моему, 40%, а в отдельных городах 90%. Это бы резко улучшило бы отношения. Вот в Киргизии, премьер-министр русский, у президента Бакиева жена русская. Это намного облегчает контакты, как бы, больше уверенности, надежности. Поэтому, если бы сейчас назначили премьер-министром русского, и русский язык сделали бы рабочим языком в Латвии, сразу бы резко улучшилось отношение между Латвией и Россией. И никак бы не повредило Латыша. Никто их культуру не ущемляет, никто их ни в чем не обвиняет. Сегодня никто не имеет права кого-либо обвинять. Все, пошла новая история, и мы все живем, как бы, в новых государствах с новой демократией. А мы соседи на все времена. У нас даже Ново-Рижское шоссе. Мы же не называем его, там, какое-нибудь там, Волоколамское шоссе. Мы говорим, Новая Рига, Ново-Рижская. Москва-Рига. Прекрасная дорога, могли бы там фуры идти день и ночь, туристы и так далее. Владимир Вольфович, многие женщины сейчас рвутся в политику. Может ли женщина руководить, ну, скажем, городом, страной, государством? В принципе, никаких ограничений нет. Ни в правом отношении, ни в моральном. Просто очень тяжелая работа. Это политическая. То есть, это губернатор, министр, глава государства, глава парламента. И сложнее решать стратегические вопросы. Ведь мужчины уже миллионы лет занимаются выработкой стратегических решений. Вся история человечества войны, кровь, насилие. Поэтому женщине просто тяжелее это все воспринимать. Она ближе к семье, она больше любит человека с такой, с материнской точки зрения. Это все хорошо, правильно, но нужен определенный такой, как бы, кругозор, взгляд на все эти геополитические проблемы, на историю человечества. То есть, политик – это гео-этно-социо-психо-политолог. Уж знать все. В этом смысле, конечно, просто легче мужчины. Ну, это даже, если взять физическую работу. За рулем машин много женщин. А за штурвалом самолета или морского судна уже сложнее. Другое пространство, другая скорость. То есть, если есть отдельные женщины, они могут занимать любой пост. Но если она настроена на семью, рожать детей, то это очень тяжело. В этом смысле. Поэтому большинство руководителей в мире все-таки мужчины. И они выполняют такую роль стратега. Планировать, осуществлять. Им это легче. Женщинам просто это будет тяжело делать. Даже если она правильно может делать, это больно бьет по ее психологии. Будучи у вас в гостях, мы не могли не задать вопрос о мировом кризисе. Как он лично отразился на вас? Я знаю, что у вас есть даже целая методика. Вы сказали, что вы не будете подстригаться и будете чаще ходить в гости для того, чтобы кушать там. Ну, вообще режим экономии должен быть всегда. Я одно раз с детства всегда выключал свет своевременно. В коммуналке жил, оставляют свет в коридоре, на кухне. Потому что платят все. Слушайте, экономьте. Вода закройте, кран капает. Никто внимания не обращает. То есть я всегда ко всему экономно. Когда обедают, накладывают много в тарелки. Остается все это по морю. Ну, положи чуть-чуть. Потом добавишь. То есть экономия должна быть всегда. И бриться. Зачем каждый день? Это даже раздражает кожу. Через день. Я специально к вам приехал, не побритый. Галстуки зачем носим? Зачем это лишний элемент туалета? Как бы такая формальность. Пиджак, может быть, лучше в рубашках. Зачем лишняя одежда? Вот. Поменьше чьего угодья. И действительно, если у человека есть возможность бывать чаще в гостях, пускай там и принимает пищу. То есть очень много вариантов экономить. Ехать можно, я знаю, много вариантов. Когда договариваются вместе с соседями, на одной машине едут по месту работы. Они экономят. Им легче сброситься на бензин на одну машину, чем ехать разными видами транспорта. То есть всегда можно найти способ экономии. Покупать дешевые больше товары. Мне вот больше нравится на распродаже. Они натуральные больше и дешевые, и не жалко их. А очень дорогой костюм, он даже бывает неприятный. Чтобы была очень ткань, ее пропитывают специальными материалами. Она уже становится ненатуральной. Она даже вредна, но стоит очень дорого. Поэтому здесь очень полезно экономить. Да просто меньше кушать. Ведь мы съедаем очень много вредных продуктов. Или ходят там где-то, едут далеко на юг. О, Сейшелы полетели. 10 часов полета. Какой ущерб здоровью. Вот в Сочи 2 часа. Выбирайте место отдыха ближе. Выбирайте для дачи участок поближе. То есть можно найти огромное количество вариантов. Когда можно экономить. Газеты. Зачем покупать всем газеты? Обменивайтесь ими. На работе газет полно. Я никакие газеты не выписываю домой. То есть очень много способов. Когда можно экономить. И это никакого вреда не принесет. Только пользу. И это должно быть постоянно. Не надо так все гулять. Есть, пить, сколько хочешь. Где, когда хочешь. Не надо много работать. Вот у вас будет здоровье сохраняться. Будете меньше по ручам ходить. То есть очень много способов. Владимир Вольфович, вы один из немногих российских политиков, кто в Латвии занесен в так называемый черный список. То есть тех лиц, которые не имеют права въезда в Латвию. Скажите, почему это происходит? Они вас боятся? Это же дикость. Нигде в мире такого нет. Я свободно езжу в Америку, в Германию, в Францию. Вообще по всему миру. В Латвию вдруг они меня внесли в черный список. С какой стати? В черный список вносят контрабандистов, террористов. Людей, занимающихся наркобизнесом. Какие-то мошенничественские схемы. Я ничего плохого никогда не сделал для Латвии. Последний раз я был в Риге в январе 1991 года. Уже 18 лет назад. 18 лет не был в Риге. Хотелось бы съездить? Я с удовольствием бы. Я отдыхать любил в Риге. Юрмала, Дзинтерис, другие там места. Мне нравятся эти дюны, пляж. Рига нравится. Старая Рига нравится. В Даугавпилсе в нашем не были? Это большой промышленный город. Да, поезд Москва-Рига, он же идет. Но он ночной поезд, поэтому через Даугавпилс он проезжал, по-моему, ночью. Я, по-моему, даже и был там. Я ведь приезжал туда и поездил немножко по Латвии. То есть, сами латвийские власти ограничивают и вызывают какую-то неприязнь, осуждение их действиям. Чего они боятся? Что, если я приеду, русские восстанут и свергнут режим латышей? А вы будете смеяться, что даже среди граждан и неграждан нашей страны огромное количество людей, если бы была бы у нас возможность, они бы проголосовали за вас. Но, к сожалению, после вот этих слов я боюсь, что меня вычеркнут из переписи населения Латвии и как минимум лишат гражданства. Еще несколько вопросов. Почему? Я же не предлагаю свергать режим. Я и говорю, что мой приезд ни к чему плохому не приведет. Тогда был случай, когда отказали мне дать визы. Это был фестиваль у вас, культурное предприятие «Рижский бальзам на русскую душу». Ну и приехал бы я там на взморе, поговорили бы, пообщались бы, я погулял бы, поплавал бы, покупался бы, заплатил бы деньги за свое пребывание. Какой вред? Только польза. Только польза. И были бы отношения лучше с Латвией. Мы бы старались бы их улучшать и способствовать этому, проповедовать это, пропагандировать. Это чисто ошибка чиновников. Думаю, два-три чека каких-то злых обозлились на меня. Ну, может, они уже ушли. Давайте сделаем такое. Мы вернемся сегодня уже даже в Латвии. Мы напишем вам приглашение. Найдем какую-нибудь культурную программу. Акцию любую. Любую акцию организуем. И снова обратимся. Это уже прошло лет шесть, наверное, когда это было. Я думаю, что большинство жителей будут с радостью вас видеть. Я с удовольствием и хорошо отношусь не только к русским, но и к латышам. Это у меня с детства. У меня соседи были латыши. Они, видимо, были из ссыльных. Рекстин, фамилия их. Бабушка и его две дочери. Эльза и вторая. Я очень с ними как бы дружил. Мне это было интересно. Вот они из какой-то Латвии. Я еще не был тогда. У меня одноклассник мой живет в Риге. Сережа Савенков. Окончил Рижский ГВФ, этот институт. И там работает. Ему работу не давали. Я написал письмо послу Латвии в России. И часто бывал там. И мы же в школе каждый раз в тетрадках пишем. Ученик там такого-то класса. И город. Мне надоело писать город Алмата. Я один раз написал город Риги. Почему-то мне захотелось именно это написать. Мне нравилось Рига. Рига, короче, пишет этим Алматы. Это не нравилось. Далеко Алмата. Так, вот, говорит, слышу, когда-то Прибалтика, Рига, Рига, Рижское взморе. Думаю, напишу я, что я житель города Риги. И там классно говорит, вот у нас рижанин появился. Так как бы съерничал надо мной. Так что я как-то всегда питал особые чувства. Не к Литве, скажем, не к Эстонии, а именно Латвия почему-то. Ну, я думаю, что... Асфальтное путешествие я сделал. Тогда помню Петербург, Таллинн, Рига, Вильнюс, Москва. И больше всего мне нравится вот в Риге. Шакин, Станислав. В Виннюю коллегии я работал. Я туда приезжал в командировку. Тоже он юрист. Вел дела, имущественные дела граждан за рубежом. То есть очень много связано у меня с Латвией. Всю я объездил почти. Мне там хорошо. А Врущенко сейчас там живет. Мы с ним вместе на Кавказе служили. Он женился на латышке. И туда уехал еще в 75-м году уж. Наверное, ему быть, и умер уже. Ему там за 80. То есть очень много связано у меня с Латвией. Всегда я хотел туда приезжать в гости. И у нас могли быть очень тесные связи. Огромные количество туристов, спортсменов. Бизнес был бы великолепный. Мы с удовольствием бы кушали ваши шпроты. Я с детства их любил, рижские шпроты. А где этот вот трафик, микроавтобус? А нету его уже. Все, все, пожалуйста. Вот это бальзам рижский. Зато посмотрите, какая упаковка теперь. Я вижу, все. Она уже идет сейчас наверняка на экспорт. Молодцы, все. Буду обязательно его по чайной ложечке в чай. И буду вспоминать Ригу. И буду пользоваться, вот видите, в какой упаковке красивой. То есть очень много у нас было бы полезного в развитии отношений. Огромные доходы были бы у Латвии. И всегда была бы загрузка для портов Латвии. Это вот сами латвийские... Пелдыгович Петерис. Тоже из Латвии он. С китайским языком был послом Латвии в Китае одно время. Жена русская. Жил он там на улице Ленина. Сейчас, наверное, другое название. Ну, сейчас все улицы Ленина переименовали в Ригас. Все повально Ригас называются. Да? Да. То есть по номерам, что ли? Нет. Улица Ленина теперь в любом городе улица Ригас. А, Рижская улица. Рижская улица. Вот то, что я сколько бывал в Латвии. Сколько там у меня друзей, знакомых. Главное, с детства. С раннего детства соседка была, латышка. Она, эта бабушка, любила клюкву выращивать. Очень любила огородом заниматься. На рынке продавала излишки. А дочь, я одна врачом работала, а другая инженер. Управление Туркестана сибирской дороги. То есть все время связано все. Очень люблю и хочу, чтобы у нас были самые близкие отношения. Чтобы ни в коем случае никакого не было ущемления прав русских в Латвии. Вот за это они меня как бы не любят. Я на всех форумах поднимал часто вопросы. В Совете Европы, в НАТО, депутаты Рижского Сейма. Они вот там недовольны были, что я поднимаю эти вопросы. Ну, что делать? Владимир Вольфович, наша программа называется «Формула жизни». Нам бы очень хотелось узнать «Формулу жизни» Владимира Жириновского. У меня получился больше упор на общественные дела. Как-то вот так сложилось. Прямо с детства. И меньше на личную жизнь. Это вот не всем это, не у всех это получается. Поэтому моя формула жизни, к сожалению, пошла вот по пути, значит, работать вот все на общество, на государство. Последние 20 лет я только вот с 9 до 9 больше связан с решением всех вопросов, связанных с политикой. В этом смысле я себя немножко обокрал. У меня друзей мало. Малое внимание уделяю, так сказать, своей семье. У меня и внуки есть. Редко с ними вижусь. Это ущербность для меня. Но я всегда был честен. Я никогда не обманывал. Но как-то у меня не получилось вот в плане того, чтобы как-то вот полюбить кого-то. Как-то все больше тянуло на общественное. Это было с детского сада. А это есть выражение. Бог до совершенства жаден. Он дает либо вот талант общественной работы, но в то же время убирает лично. Либо дает талант художника, но в то же время отвратный музыкант. Ты можешь быть красивым, но глупым. Да, в этом смысле вот как-то я это почувствовал в 19 лет. Я нормально все было. Молодой. Какие-то, может быть, встречи, лирика какая-то. А в 19-е какой-то раз что-то такое произошло. Поворот в моей психологии, в сознании. Мне как-то все отвергнул лично. И вот все меня стало интересовать. И все внимание, силы, я все слежу как-то везде там учить. Дополнительно стало. Все политика, там, не знаю, общественные науки, философия, экономика. Хожу там, где какие-то диспуты. Люди на дискотеку, а я ищу, где какие-то дискуссии политические там какие-то, не знаю. Все время вот это, оно меня затянуло. И в этом смысле вот моя формула немножко усеченная получилась. Ну, вы довольны? Я доволен. Потому что, даже если бы у меня было бы очень много, как говорится, любовных встреч, там, какой-то теплых отношений. Но это все равно как-то приедается. А здесь у меня вот это вот простор, как бы, деятельность не только в масштабах России, практически всего мира. Я выезжал, везде был во многих странах, выступал везде, везде я в эфире, там, выступал, говорю. Оно, конечно, больше дает чувство удовлетворения. Ты видишь свое участие в истории своей страны. И даже частично и в истории вообще международных отношений. То есть, как бы, твои следы есть везде. Врач лечит больных, но он, хирург, вырезает, вырезает, там, аппендицит, там, кто-то еще. Все это у него хорошо, но это все так вот узкое направление. Там, не знаю, летчик облетел, весь земной шар, всем летает, летает, там. Как-то это мне узко все, узко. А вот это самая широкая сфера. То есть, я, видимо, такое глобальное мне любит. Может быть, это по наследству. У меня дедушка был руководителем общины. Как-то он все это, общественная работа его тоже, видимо, привлекала. Вот. Но перебор, я считаю, перебор. Может быть, меньше было. Ну, как-то мне это замкнуться в домашних делах. Ну, это неинтересно, наверное. Ну, что дальше? И самое главное, не оценят. Ведь когда у тебя отношения очень хорошие с близкими, они это воспринимают как естественно. Так вот должно быть. Вы же семья, там, или родственники какие-то близкие. А когда у тебя избиратель, вот он оценивает. Он действительно дает оценку. И торжествуешь, когда видишь, что тебя проголосовали миллионы людей. Миллионы. За меня голосовало больше, чем три Латвии. Был случай, когда проголосовало 13 миллионов. Четыре Латвии. Это семь Латвий. Семь Латвий. Вот это вот, конечно, размах, он затянул меня. Но я не стремился к этому. Это произошло вот вследствие, как бы, революции, которая у нас произошла. Перестройка, многопартийность и так далее. Это у меня глобальная формула жизни. И приходится по ней идти, как бы, до конца. Ибо сегодня переделать ничего нельзя. Вернуться в 20-летний возраст невозможно. Но я бы не советовал, как бы, всем. Или все они идут. Вот это, как бы, единицы стараются свою жизнь посвятить делам, которые не имеют прямого, прямое отношение, значит, вот к ним. Потом это ущерб здоровью. Это же огромная затата сил. Каждый день, так сказать, происходит высасывание из организма, из, так сказать, интеллекта. Все соки забирают у человека. Спортсмен там выступил в Олимпийские игры. И 4 года перерыв. У меня Олимпийские игры каждый день. У меня есть два очень коротеньких вопроса. Вы когда-нибудь отдыхаете? Не получается. Я могу поехать куда-то к морю, тепло, лес побродить. Вот такого настоящего отдыха, чтобы я испытал радость, не получается. Вы когда-нибудь улыбаетесь? Мне больше позыв быть хмурым, недовольным. Вот так, чтобы радостно такое, прям удовольствие, там, рассмеяться или чему-то порадоваться нет. Больше я хмурый, потому что я работаю на негативном поле. Все время какие-то проблемы, критика, борьба, оппозиция, давят, душат. Вот сейчас только я звонил, нижнегородская милиция, там избили нашего кандидата в депутаты. Каждый день у меня эти вот ЧП, ЧП, поэтому я чаще хмурый. Поедете разбираться с милиционерами? По телефону, это же Нижний Новгород, 500 километров. А в Архангельске вчера задержали тираж газеты. Где-то там партийный список пытались с ним загостреливать. То есть, постоянно негатив. Постоянно. Каждый день. Звонки, негатив, то, другое, третье. И это, конечно, я практически не улыбаюсь. Мне уже ничего не смешит. Они вот рассказывают, а мне это не смешно. У меня столько информации. И столько приходится видеть, переживать, что у меня желание быть вот как улитка. Скорлупа, панцирь. Чтобы мимо меня это все шло. Что огромный напор и информации, и действий, в которых я участвую. А сами себя по телевизору смотрите? И вот смотрите, говорит, ага, а вот здесь я сказал очень сильно. Или нет? Ну, мне, конечно, приходится иногда смотреть, чтобы посмотреть, как это выглядит. Как это выглядит. Мне нравится сейчас хроника прошлого. Когда я выступал, это были вот первые годы. Сегодня даже невозможно. Ситуация другая. И это было бешено, вот это наступление. В Белграде я выступал. Миллион сербов стояло. Миллион на площади. И некоторые плакали. Вот достижение. Иностранец выступает на митинги в чужой стране. И они передние ряды, я вижу, плачут. В Липецке я выступал, в марте 96-го года. Тоже женщины стояли там, я говорил про войну в Чечне и так далее, тоже плакали. Однажды я... На первом канале была передача «Возвращение на родину». Они поехали со мной, тоже какой-то там родной город. Вернулся я, как будто бы там... Я даже, по-моему, видел. Вы в Баку ездили. Его показывали. Нет, в Алмату. В Алмату, простите, да. И когда я, значит, давал им интервью, их четверо. Сперва заплакал звукорежиссер, потом продюсер, потом оператор. И сопровождение. Все четверо стали плакать. Я вспоминал свое детство, как мне было тяжело, то, другое. Я такое впервые видел, чтобы они плакали. Они привыкли, они уже столько съемок сделали, фильмов, а тут они стали плакать. Или у меня были воспоминания об отце, и один, я тоже там около могилы оказался. В Израиле на могиле. И один москвист мне говорит, Владимир Владимирович, мы плакали, когда вы увидели вас, плачущего у могилы отца. Вы знаете, миллионы людей. Я честно признаю, я не заплакал, но я просто удивился, что и железный человек, имеет какую-то душевность. Благодаря вот этому акту вы приобрели еще больше поклонников. Я понимаю, что... 60 лет я не видел же его, не знал ничего. И никогда не видеть, не знать. И вот могила. 60 лет. Где он? Что он? Может быть, он жив? Он же мог быть жив. И сразу, через 60 лет я только оказываюсь около могилы. В чужой стране. И потом узнаю все о нем. Вся его жизнь от детства до смертного адра. То есть это вот, когда люди, я слышу от людей вот такие оценки. Или вот сегодня. Владимир Владимирович, мы за вас. Мы голосуем только за вас. Мы хотим, чтобы вы были президентом. Миллионы так говорят и думают. Миллионы. Как я могу быть простым чиновником, который где-то там что-то сидит спокойненько. Делает и все. Вот мой отец. Он был простой чиновник. Пенсия 500 долларов. Не имел своей квартиры. Жил на съемной. Не имел своей машины. На автобусе ездил в свой офис. Всю жизнь занимался поставкой удобрений. Ну, я бы сошел с ума. Удобрения, удобрения, удобрения. Сюда, 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 сюда. Поставки, расчеты. А он так прожил свою жизнь. Ушел на пенсию и умер в 76 лет. Вот он прожил жизнь обычного чиновника. Все. Владимир Владимирович, последние несколько вопросов. Я же понимаю, что со всех сторон мне показывает, что пора закругляться. Как вы думаете, вот отношение Латвии и России. Когда будут теплее? В какое время? В какой промежуток времени? Но обязательно они будут меняться к лучшему. Не только теплее. И когда мы вместе с вами выйдем из кризиса. Потому что вот я у себя в городе проводил социологический опрос на тему, с кем нам выгоднее сейчас дружить, для того, чтобы проще преодолеть кризис. Из 100 опрошенных мною людей, 98 сказала с Россией. Один сказал с Америкой, один не понял вопроса. Конечно, с Россией. Потому что мы у вас купим все, что нам можем купить у вас. Все, что есть. Все. И вы у нас купите все, что вам надо. И у нас есть язык общения русский. И у нас есть общая история. И мы соседи. И в России все любят латышей. У нас нет ни у кого, ни грамма каких-то отрицательных, враждебных чувств латышам. Абсолютно. Поэтому самые большие перспективы для развития отношений между Россией и Латвией. И ресурсы в России огромные. Вы всегда сможете получить то, что вам надо. Но для этого надо вот снять этот вот такой холодный холодок, который образовался из-за того, что есть определенные законы, которые не позволяют русским в Латвии чувствовать себя полнокровными гражданами Латвии. И это произойдет. Идет смена поколений. И у вас, и у нас будут новые президенты, новые парламенты, новые журналисты. Все равно мы придем к нормальному положению. Мы будем добрыми соседями, будем друга взаимно уважать. Не будет никакого ущемления, никаких прав. И будут самые теплые дружеские отношения между русскими и латышами. Я об этом жду, мечтаю. Это может начаться уже в ближайшие годы. Владимир Вольфович, и последняя просьба. Вот Даугав был самый русскоязычный город. Второе по величине. Пожелание жителям нашего большого, но очень дружного города Даугавпилса. С удовольствием обращаюсь к русским, которые живут в Даугавпилсе. Вы проживаете в Латвии, но вы имеете прямое отношение к России, потому что вы часть русского народа. Вы имеете полное право проживать, как сегодня миллионы американцев, китайцев живут в разных странах мира, или европейцы перемещаются, как они желают. Я очень хочу, чтобы наладилась жизнь в вашем городе. Если вы как-то сорганизуетесь, и будут какие-то от вас предложения, заявки, мы обязательно поможем установлению каких-то прямых экономических торговых связей между Даугавпилсом и Россией, с тем, чтобы могли получить работу вы там, в Даугавпилсе, чтобы там могли быть размещены наши заказы. Вы можете выехать на работу в Россию, хотя бы на время заработать деньги, вернуться в Даугавпилс. То есть самые, так сказать, как бы большие перспективы я хочу, чтобы были, чтобы у вас было хорошее настроение, что впереди будут более лучшие времена, будет больше демократии, больше свобод, и что мы все вместе добьемся, чтобы все люди чувствовали себя равными там, где они проживают с гражданами страны, в которой они живут сегодня, чтобы не было никакого ущемления прав. За это сегодня выступает вся Европа, Россия, часть Европы, и чтобы Даугавпилс развивался, чтобы русские жители, горожане Даугавпилса, они бы чувствовали перспективу. С оптимизмом смотрите в будущее, все наладится. У нас есть хорошие возможности друг другу помочь, проявить дружеские чувства, чувства любви, чувства национальной солидарности. К вам обращаюсь, к русским в городе Даугавпилсе. Работайте, добивайтесь, пробуйте все возможные варианты, и помните, рядом Россия, и Россия никогда не оставит в беде своих сыновей и дочерей. У нас хватит ресурсов и на всю страну, и на вас, жители Даугавпилса. Желаю вам всех успехов, любых развития, и чтобы в глаза ваших был блеск, чтобы вы радостно смотрели в завтрашний день. Рядом Россия. Мы всем поможем и все наладим. И будет у нас тихая, спокойная жизнь, и впереди лучшие времена. Хуже, чем война и революции, этого уже больше никогда не будет. Будет порядок. И будут идти поезда Москва-Даугавпилс-Рига, и будут делать объявления там на латышском и на русском языке, и пойдут фуры из России в Латвию через Даугавпилс, и заработают ваши предприятия. И будет у вас хорошее правительство, и будут изменения в законодательстве. Поэтому впереди будет улучшение. Я хочу, чтобы вы на это надеялись. И вы к нам приедете. И обязательно приеду. Как только предоставится возможность, обязательно приеду и в Даугавпилс, и в Латвию. И очень всех вас люблю и уважаю. До скорой встречи в Даугавпилс. Россия! Россия! Великая сила! Великая сила! Бездонная груз! В Россию! Россию! Всем сердцем влюблен я и с нею. Останусь! На веки клянусь! На свете много разных стран. Но Русь умом им не понять. Как не страдала бы от ран. Готова каждого принять. Настанет время. Твой народ. Сияньем дивных куполов. Возвышен. Весь мир с тобою позовет. Туда, где любят, вольно дышат. Россия! Россия! Великая сила! Великая сила! Бездонная груз! В Россию! В Россию! Всем сердцем влюблен я и с нею. Останусь!